В течение двух дней ведущие ученые, молодые исследователи, специалисты российских и зарубежных вузов, а также работники федеральных, региональных и муниципальных органов власти и управления будут обсуждать проблемы развития Дальневосточного региона. На сутр комитета представлено 120 докладов. Из них 30 заочные от представителей США, Китая, Японии и других стран. Мы собрались сегодня с целью обсудить проблемы регионального развития. Мы живем на северо-востоке России. Некоторые люди полагают, что это очень отдаленный регион. Естественно, здесь есть свои проблемы и особенности. И наша задача сегодня – обсудить эти вопросы и предложить, возможно, пути их решения. Магаданская область – один из крупнейших регионов по потенциальным запасам золота, добыча которого идет полным ходом. Но существует и ряд других полезных ископаемых, освоение которых принесет региону немалую пользу. Например, из бурого угля можно создать синтетическое топливо, что позволит покрыть большую часть потребностей Магаданской области в сфере энергопотребления. Наиболее острые проблемы для дальневосточной территории – это образование и нехватка кадров. Зачастую наш регион используется как перевалочный пункт. Решение кадровой проблемы магаданского экономического прорыва сегодня является тем звеном, потянув за которое можно решать и вопросы развития территории в целом. Первая и важнейшая здесь задача – формирование комфортной социальной следы, качество которое должно соответствовать современным стандартам, создающим условия для оседания на территории и приезжих, и подготовленных на колыбе квалифицированных специалистов. Анатолий Широков предложил создать так называемый образовательный округ. Он должен объединить школы и вузы Дальнего Востока, что выведет обучение на новый уровень. Поэтому я думаю, что идея создания образовательного округа на территории здесь единого Магаданской области созвучна нашей идее экономического прорыва Магаданской области. И мы вместе, вместе с представителями образовательных учреждений науки постараемся ее реализовать. Международная конференция продолжит свою работу 11 июня. Обсуждение тем по четырем основным секциям пройдет в Северо-Восточном государственном университете. Здесь состоится подведение итогов и торжественное закрытие. Анна Ткаченко, Михаил Федоров, Эхо дня.